Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о книге Ионы, мы обратимся сейчас к четвертой главе. В предыдущей третьей главе пророк Иона пришел в Ниневию и проповедовал в ней покаяние, чтобы обратились ненавитяне от злых дел и от насилия рук своих. И все ненавитяне без исключения во главе с царем услышали проповедь, покаялись, во вретящие пепли исправили свою жизнь, обратились от злых дел и от насилия рук своих, к чему их Бог и призывал, чего Бог от них и хотел. И тогда Бог отменил то бедствие, которое обещал навести на ненавитян. Очень естественно и справедливо, конечно же, потому что он же хотел, чтобы они покаялись, а не чтобы они огребли, как теперь бы сказали. Не чтобы они получили наказание, а чтобы они изменили свою жизнь. И это на самом деле желание Божье, которое распространяется на всех людей. И автор пишет о том, что Иоанн и сильно огорчился этим, и был раздражен. Сильно огорчился и был раздражен, потому что он считает, что Бог его выставил обманщиком. Он молился Господу и сказал, «О, Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал фарсить, что ты, Бог, благие и милосердные, долготерпеливые, многомилостью и сожалеющей о бедствии. И лучше мне умереть, чем вот жить теперь, когда я выставлен обманщиком. Когда, ну, я вот знал, что так и будет. Ты пожалеешь этих самых ненавитян. Во-первых, всякому читателю необходимо посмотреть, на то, как автор книги Иоанн и здесь формулирует молитву. Понимаете? Вот Иоанн и говорит, я тебе говорил. Вот он ссорится с Богом, он на него обижается, и никто не говорит ему, как ты смеешь, там, кто ты такой, почему ты позволяешь себе разговаривать с Богом в таком тоне, это с царями в таком тоне нельзя разговаривать, а Бог живой. И вот Иоанн и говорит так, как он говорит. Не это ли? Я же тебе говорил, вот, когда я еще был в стране моей. Чего ты меня повел? Я был в стране моей, я тебе только сказал, что так будет. Нет, вот ты заставил меня туда-сюда вот так вот ходить это все. Он как может. Он говорит от сердца. И это его молитва, это живой диалог с живым Богом, а не попытки заколдовать идола. И вот Иоанна упрекает Бога, упрекает, как друзья упрекают друг другом. Бог пожалел их, и он говорит, ну я же тебе говорю, ну вот ты меня кем выставил, зачем ты так поступил? И Иоанна говорит, да мне, вот чтоб я сдох, лучше мне умереть, чем жить. Потому что, ну действительно, ему неудобно. Получается, что вот он так нелепый, глупо выглядит. Бог его переспрашивает и говорит, ты точно понимаешь, что ты говоришь? Неужели тебя это огорчило так сильно? Иоанна ушел из Ниневии, сел с востока от города и сказал, да, вот так меня огорчило. Сделал себе палатку и сидит в тени, чтобы увидеть, что будет с городом дальше. И тут у этой палатки вырастает растение в нашем сенадальном переводе. Там вроде то ли тыква, то ли другой вид растения. На самом деле совершенно не имеет значения, видовая принадлежность. Вот некоторое развесистое растение, которое затеняет эту самую палатку и Иоанну. Вот выросло такое удивительное. Ни с того, ни с сего. Бог его вырастил над Иоанной, чтобы была тень над Иоанной, чтобы избавить его от огорчения его. Вот потрясающая форма. Все-таки автор Иоанны – гениальный литератор. Вот он говорит, Бог... Иоанна обиделся, отвернулся, сердится, сидит, дуется, выдает палатки свои. И Бог выращивает растение, чтобы укрыть его от зноя палящего. И чтобы избавить его от огорчения, утешить Иоанну. Вот какой Бог. Понимаете, автор знает это о Боге. И вот таким Бога изображает, чтобы мы тоже увидели, поверили автору и узнали, что Бог вот такой, с нежностью пытающийся избавить от огорчения. Иоанна обрадовалась растению, а на другой день оно взяло и... Ну, там, значит, что? Черфь. Бог устроил так, что на другой день черфь подточил растение, оно засохло. И снова восточный ветер, палить голову Иоанну, и он не мог. И опять говорит Богу, лучше умереть, чем жить. Ну, вообще, такое впечатление, что позволяет себе Иоанна невероятно много и невероятно откровенно в диалоге с Богом. Видно, что человек очень темпераментный. Лучше умереть, чем жить. У него на пространстве нескольких строчек он несколько раз говорит одно и то же. Ну, что ты все залазил-то? Тем не менее, да, вот он такой. Даже такие небольшие вещи приводят, выводят его из состояния равновесия. Он начинает огорчаться, сердиться. Не хочу больше жить без вот этого. И вот растеньица, кустика, что там это ни было бы, тыква или не тыква. Не хочу без этого жить. Вот оно было, было хорошо, теперь его нет. И я не хочу, не согласен без этого жить. И это все подводит автора книги к самой главной фразе, последней, ради которой все написано. Вся книга с первого до последнего стиха написана ради последней фразы, где Бог говорит Ионе, ты из-за растения так огорчился, ты сожалеешь от растения, над которым ты не трудился, которое не растил, оно тебе ничто, и тебе его жалко. Да, ты, оно в одну ночь выросло, в одну ночь и пропало, и тебе его вот так жалко. И Иона говорит, да, жалко, да, жалко, потому что это была жизнь, от нее была тень, жалко. И тогда Бог говорит, ну мне ли не пожалеть Ниневи, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Но есть ли тебе любую жизнь, даже такую незначительную, жалко. Неужели ты думаешь, говорит Бог, что я могу не пожалеть огромный город, в котором 120 тысяч человек, они ничего не понимают, не умеют отличить левой руки от правой. Это ненавитяне. Они даже не в состоянии понять, что такое добро и зло. Ничего не могут. Но неужели ты думаешь, что я могу их не пожалеть? Вот что самое главное. Вот о чем рассказывает нам автор. Бог наш, это тот Бог, который не может не пожалеть. Для него эти люди, кем бы они ни были, а ненавитяне, еще раз повторю, образцовые злодеи. И тем не менее, они важны для Бога. Он не может не пожалеть их. Сердце Бога, сердце милующее. Это не нравится нам, как может не нравиться Ионе. Но это определяет вообще всю жизнь на земле. Это определяет всю человеческую историю. Я не могу не пожалеть Ниневию, город великий, в котором 120 тысяч человек и множество скота. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,